То есть, наук, наш замечательный СИТУЛС, который практически на всех сайтах используется, он был взят за основу, из него, точнее, были взяты только плагины, которые в итоге переписали на симфонии. А если быть точнее, вообще на доктрине. То есть, это способ определения, поиск каких-то кусочков информации, грубо говоря, в системе. И дальше пошел очень долгий, просто, бой между... Бодались в основном за понятие, что является у нас контентом, а что не является контентом. То есть, по идее, если что-то выводится на фронтенд пользователю, хотя бы в виде заголовка, это уже является контентом. Но в таком случае мы должны меню, например, тоже сделать контентом. Но меню у нас, как вы знаете, кроме как создавать блоки, ничего не умеет. Поэтому меню было разделено на меню-линк, который является контентом, его выводятся у нас в блоках, иерархию строят. А меню, как конфигурационная сущность, их как-то пытается по этим блокам разложить. И самое важное, что, в общем-то, было сделано, это определены интерфейсы. Интерфейсы... Кто вообще понимает, что такое интерфейс? Процентов 60, это хорошо. Для тех, кто не понимает, интерфейс – это соглашение, контракт, договоренность, что мы определили, например, так называемый entity интерфейс, значит, он имеет определенный набор признаков и какие-то умеет выполнять действия. И все, кто от него наследуется, должны эти методы и свойства поддерживать. Собственно, вот так вот все разделилось. У нас появились контент сущности и конфиг сущности. Из них, грубо говоря, выкристаллизовалась некая абстракция в виде entity. Это такой вот класс, который наследуется, например, от entity интерфейса, и довольно много умеет эскоробить. То есть, если вы будете по каким-то причинам писать свои кастомные сущности восьмерки, то можно, в общем-то, от него наследоваться. Но на самом деле лучше определить для своей сущности интерфейс с именно присущими вашей сущности методами, свойствами и декларировать его. Соответственно, любой программист, который получит ваш код на доработку, например, он увидит на каких условиях вашей сущности и будет ориентироваться, что «Ага, у вас перекрыто сохранение» или «Добавлен признак статуса какой-то непонятный». Он обрабатывается там. То есть, это делает код немного более управляемым, поддерживаемым, более читаемым. Конечно, файлов немножко больше, но в целом стройность связи, она важнее. Я, как разработчик, мне так кажется. Возвращаемся теперь к нашему словарю. Что самый стандартный словарь, который создается при базовой установке группы? Словарь ТЭГО. Что мы видим? Название, машинное имя и описание. Больше нечего нам о словаре сказать. Вот он так и остался, как и был в семянке. Теперь появилась так называемая таксономия алкабулерии сущности. То есть, это ее машинное имя. Ее вот по этому машинному имени можно создать. То есть, сказать entity create и передать это машинное имя. Будет создана она. Обязательно, естественно, нужно придать название машинное имя. Базовую поставку у нас теперь поставляется. Это не кодом, а email файл, который вы видите. По сути, в ID, которое было у нас цифрой, идентификатор словаря стал машинным именем. Ну, далее, чекочитаемое имя словаря, описание. И вот эти вот какие-то остальные не очень ясные признаки, которые, в общем-то, практически не используются. Конкретно, вот там вот сейчас не видно снизу, есть поле статус. Это очень важный признак. У нас все конфигурационные вот эти вот файлики могут быть включены или выключены. В другой момент, что далеко не все умеет реагировать на эти изменения. То есть, как в группу 6 и 7 мы могли вьюз отключить, и он переставал работать. Вот из вьюзов нам это и приехало исторически. Что мы можем отключить, например, меню, но, грубо говоря, пропадет просто блок. А ссылки будут продолжать выводиться, и можно получать доступ. То есть, мы фактически конфигурационные несущности используем как транспортабельные вещи между сайтами. Следующее, именно для пользователей, сборщиков, и вообще, кто запоминает интерфейс. Это единственное пока такое принципиальное отличие. Помните, как роли страницы выглядят, список ролей? Найдите одно отличие. Добавление вынесено в Action Link. И все. Собственно, роли у нас теперь тоже конфигурационные сущности. И, как пример, стандартный профиль у нас поставляет роль администратора. Вот, он вот так вот определен email-файликом. Бежит стандартном профайле, вот по пути, который я выше указал. То есть, если вы сделаете какую-то свою сборку, и вам потребуется роли, вам не нужно заворачивать уже фичи, а укладываете вот файлик в папочку конфиг, и он автоматически у вас импортируется при инсталляции ProProfit. Также еще хочу обратить внимание, обязательный и очень важный атрибут, в принципе, он касается большинства из нас, кто делает многоязычные сайты, это LEN-код. У нас все сущности в системе, восьмерки, получили LEN-код, то есть базовый код языка для этой сущности. От чего отталкиваться? То есть, вот мы храним файлик, но в каком языке он сохранен? Если мы будем делать к нему перевод, чтобы мы знали, в каком он языке был, и переносил. Следующий, я бы сказал, очень сложный момент, это ноты и типы нот. В принципе, типы нот, для чего у нас используются, если логически, для того, чтобы разделять материалы, статья, страница и так далее, новость и все прочее. Разные наборы полей делают? Да, фактически, это разные наборы полей определяют. Именно по этой причине эти определения полей, банку, которые так никто и не смог перевести, нормально, ни на русский, ни на украинский, они являются точкой крепления полей. Дальше будет слайд, я поясню по бандлам, что с ними произошло, тоже было неинтересное изменение. Ну вот, в работе сейчас патч практически готовый, который типы материалов, истребляет таблицу ноты type, и заменяет эту таблицу просто вот этими конфигурационными файлами. Вот ссылочка приведена. Также очень интересно, с точки зрения многоязычности, у нас раньше всегда было две таблицы, нода и нод-ревижн. То есть в одной хранились текущее состояние нода, в другой хранились ревизии нод. Теперь их стало три. Таблица ноды, как вы видите, состоит всего из пяти полей. Два последних, по идее, должны умереть в обозрительном будущем. Но появились две таблицы, not field data и not field revision, в которой как раз и хранятся все эти признаки. After, title ноды, статус, опубликованный и так далее. Это сделано для того, чтобы именно в таблице дата и дата ревизион, хранить признаки перевода. То есть у нас теперь ноды реально могут быть переведены, и каждый перевод имеет разный набор признаков. То есть нода английская у нас может быть опубликована, а ее перевод на русский, например, в стадии еще доработки, и он не опубликован. То есть это реально очень помогает ворк-фол. Потеря производительности по замерам там в пределах полпроцента. Все запросы, по крайней мере ядреные, были оттемлены и даже с помощью вьюза. Андрей наблюдал это. И немножко даже участвовал. Вот так вот будет ниже привел, раздробил на три столбца. Это то, что будет определять тип материала. То есть вот такой e-mail файлик будет. Он может быть станет меньше, но пока вот не по текущим состояниям. Вот этот бесконечный battle, контент против конфига. Что мы считаем конфигурацией, что считаем контентом. Собственно, исторически все началось с модуля контакт. Он у нас самый простенький. В общем-то, то его куда-нибудь... Вообще его редко используют, но у нас есть там так называемые категории контакта. Вот это первое, что было портировано на конфигурацию. То есть таблица контакт-категории умерла и появилась сущность категории. Потом там появились месседжи сущности, которые собственно обвешиваются полями. Теперь форма контактов у нас может им содержать разные поля. То есть мы можем для каждой категории разный объезд полей добавить. В общем-то, удобно. Может быть, модуль контакт получит здоровую жизнь. Восьмерка ведь за счет этого. После этого была конвертирована таксономия, но с целью именно начать тестировать многоязычность конфигурационных вот этих вот сущностей. Ну и после того, как команда вьюза запилила вьюз и его приняли в ядро, у нас сами вьюза, ну они в принципе и были и в семерке уже транспортабельными, они тоже стали в виде email файлов поставляться. Ну и дальше пошло и поехало. И опять все, когда дошло до конверсии блоков, это вообще историческая просто эпопея была, что считать блок конфигом или контентом. В итоге мы имеем и контент сущность блок и конфиг сущность, которые определяют параметры блока. Очень сложно так это вкурить сразу, это вот придется понимать и переваривать в процессе ревиза. Соответственно, то, что я говорил про интерфейс. Вот у нас есть базовый интити интерфейс, от него наследуются все остальные. сущности. Собственно, вот контент интерфейс. Какие у нас есть контентные сущности? Ссылка меню, коммент, кастомный блок, то есть это как ноды, только они делаются в виде блоков. Файлы, наконец, превратили тоже в сущности. термины, ноды и от агрегатора. Агрегатор тоже был переписан, я думаю, процентов на 80. В нем тоже появились свои сущности для хранения, что, я думаю, заметный прирост ему даст в работе и он будет, ну, по крайней мере, фитс будет на базе него строиться. Потому что все, что было фитси, практически реализовано в виде плагинов и даже в лучшем. а вот наши конфигурационные сущности, как вы видите, их значительно больше и, по-моему, даже они не все влезли сюда. Никое. То есть, начиная от того, что имидж тайлы, ну, стили изображений, которые хранят просто эффекты, их тоже там в числе первых превратили в конфигурационные файлы. и вот, например, там Vue тот же самый. Многие, наверное, не знают, у нас появился модуль TOOH. То есть, это возможность такие всплывающие подсказки делать в интерфейсе, для того, чтобы пользователь мог вместо по справки посмотреть, что куда нужно жмакать и что за что отвечает. То есть, это интерфейс пользовательский для создания этого, скорее всего, будет в контрипе, но пока, если вы включите модуль тур и зайдете на страницу редактирования вьюза, например, вам будет просто тур по тому, какая часть вьюза за что отвечает. Так что, все упирается в переводы этих сущностей. Габбар, ведущий многоязычные инициативы, просто титанические усилия приложил и сообщество ему помогло, все, в общем, уперлось вот в такую дилемму, чем является язык. Если мы делаем язык сущностью, но мы договорились, что у нас у каждой сущности есть код языка, вопрос курицы и яйца опять потонул в дебаг. Поэтому пока решили его просто кастомным классом сделать. А коль пошла такая пьянка, то решили, что вот это соглашение с сущностью это у нас плагин, чтобы легко было с помощью аннотации находить. Надо бы от этого уходить. То есть мы в процессе написания восьмерки пользовались именно этим соглашением, но сейчас приходим к тому, что очень плохо сущности иметь в виде плагина. Это должны быть полноценные классы и объекты. Вот собственно пример аннотации плагина юзер сущности. Это очень сложно объяснить, но вот так у нас определен класс юзер, который у нас расширяет entity нг класс и имплементирует юзер интерфейс. Вот он как раз юзер интерфейс это контракт. Что у нас юзер? А дальше в доме, который построил джек начинается. Юзер интерфейс идет от entity интерфейс. А entity имплементирует такие-то классы, а собственно entity нг от которого у нас юзер пришло от entity. То есть в таких контрактах думаю разработчики погрязнут. И вот как раз до 1 июля хорошо бы навести порядок выделить базовые классы интерфейс и немножко их пересортировать. Потому что вот это мешанина реально будет очень усложнить жизнь именно разработчикам. Собственно следующее это entity api. То что вы видели в семерке в контрибе практически без изменений приехало. Ну там отполировалось естественно потому что в семерке его очень хорошо обкатали. Собственно сущность у нас определяется в виде аннотации. но пока у нас еще есть и старый добрый хук entity по ей он должен умереть и надо использовать инфо alter если мы хотим что-то подменить о ядренной сущности также то что я говорил про навешивание филдов для того чтобы сущность могла сказать что к ней какие типы этой сущности под типы наверное банду определить был добавлен новых бандал инфо чтобы мы узнали одним опросом какие есть сущности а другим а какие у нас типы этих сущностей есть иначе там возникает циклическая зависимость и очень сложно это разрулить на уровне кода соответственно форум можно добавить через вот этот хук но в принципе форум я думаю еще успею переписать дальше очень важно это команда дисплейсюта назовем ее так кто вообще пользуется дисплейсютом удивительно немного любил значит все что было в дисплейсюте и немножко того что было в панелях приехало к нам ядро то есть каждая сущность имеет у нас несколько способов вывода типа анонс полный вид там RSS лента и так далее у каждой из этих экранов было доименно можно представить в виде entity display у нас был панель display семерки и раньше теперь это entity display он как раз знает какие поля отключены какие у них лейблы показывают экран где мы управляем отображением полей все это теперь в отдельную конфигурационную опять же сущность собран и появился совсем недавно entity form display то есть мы точно так же как настраивали форматоры можем настроить и бюджеты и view моды так называемые способы отображения у нас тоже стали конфигурационными сущностями то есть мы их определяем через конфигурационный пайлик небольшой тоже там в котором фактически название к кому оно привязано но так же еще можем использовать старый добрый view mode alter но это не рекомендуемый путь дальше из entity API к нам приехала идеология контроллеров то есть это действительно функциональные вещи что отвечает за сохранение что за рисование что за формы сущности например у сущности юзер есть несколько форм форма регистрации и форма редактирования пользователя они принципиально разные поэтому для юзера у нас получилось несколько форм контроллер они напрямую вызывают теперь из роутера и получают через все что надо также появился translation контроллер интерфейс это для этого нашего замечательного entity translation который наконец приехал в ядро то есть мы так мы включаем галками какие сущности мы хотим переводить и вплоть до поля и дополнительных полей например файл alt title для имиджа можем указывать что из них подлежит переводу это уже в игре с зиму это работает это покрыто тестами и соответственно человеческие есть настройки языка по умолчанию для каждой сущности теперь вернемся к такой штуке как entity ng это то что нам пришло вместе с entity api ядро это так называемое почему друпал 8 медленнее в 4 раза все из-за того что добавлен вот такой вот BC декоратор BC это backward compatible обратная совместимость то есть у нас везде раньше использовались обычные объекты а теперь у нас используются entity api объекты которые каждому полю или свойству можно обратиться с помощью метода но это упрощает у нас нету не будет больше вот этих безумных скобочек умдов и всего прочего про это очень много написано это теперь в ядре ну вот у нас например сущность базовая определяет вот у нас есть метод дать сущность BC и дать сущность следующего поколения это базовый класс все вроде бы хорошо но нода юзер термин коммент они уже нг сущности и вот засада в чем то есть буквально недавно пользователи юзеры были конвертированы как раз на этот это нг потеря производительности в целом 20 процентов просто из-за вот этой прокладки собственно чего здесь такого криминального это возможность получить старую сущность которой это обычный объект без раперов антитиапи что он делает он запрашивает get property definitions то есть это очень длинный такой хук который и живет и память то есть он собирает всю информацию о сущностях и о ее полях и о свойствах полей возвращается в гигантский массив и после этого создается новый объект то есть каждый раз когда вы обращаетесь к not title а не к not label будет создаваться объект и будет сканироваться все свойства этой сущности соответственно вместо обращения к нативному свойству объекта мы получаем магические методы которые творят новые объекты внутри это вот да это пока очень надеюсь что к июлю все таки навалимся и вычистим остатки этого трэша и все опять будет летать но пока вот это вот именно прокладка что при обращении к каждому свойству сущности у нас создается дополнительный объект это вот дает такие тормоза в 4 раза в целом да если вы это выпили то какие прогнозы по скорости по сколько будет практически минимально то есть у тебя будет обращение не к нативному property а у сущности есть массив values приватный и из него будет просто возвращаться свойство то есть оверхеда на создание объекта и запроса информации не будет я имею в виду процента только по производительности то есть такой же медленнее быстрее 5-7 процентов писалось что это такое то есть незначительно ну естественно нативный property будет быстрее но зато когда мы переделываем объекты на вот эту новую модель мы фактически сможем передавать прямо в шаблоны объекты у двига есть двиг объекты так называемые которые могут получать прямо ноду и из нее творить вот эти чудеса рендеринга он сейчас упрощается в итоге в финале не сейчас именно сейчас это происходит пытаются выбереть процесс процесс при процесс оставляют функции тем удаляют и убирают свой процесс чтобы напрямую вот эти свойства они же магические мы берем not title соответственно мы получаем уже значение которое можно вводить пользователю безопасность соответственно так как это же будет напрямую использоваться в шаблонах скорость всей связки даже возрастает 15 но я больше стингом дальше у нас еще появились немножко новые поля скажем так в кавычках визуальный интерфейс остался тем же самым мы настраиваем view моды настраиваем форматоры добавляем поля все выглядит примерно так же как и было только под капотом абсолютно другой код и поле и instance поле у нас были две таблички field config и field config instance они конечно если вы апгрейдите будете семерку на восьмерку останутся но они теперь не используются вместо них у нас поля поставляются в виде email файлов и instance цифровой полей то есть привязка к сущности тоже в виде файлов и соответственно если вам надо создать слово field create field field create instance упразднены пока они объявлены скоро будут вычищены мы будем использовать просто entity create field и его набор полей более-менее типично соответственно будет все везде по игру что еще очень интересно за счет того что entity api был написан человеком который писал роллы я его наверное не произнесу как его зовут но фага у него никогда он принес понятие типизованных данных то есть каждое поле у нас теперь имеет тип и скажем так с ядром поставляются некоторый набор примитивных этих типов которые позволят работать и рулом значительно быстрее и бьюзом и в принципе всему то есть мы обращаемся не к полю какому-то которое может нам вернуть форматор а можем обращаться непосредственно к дата объекту этого поля и все этим немножко усложнилось что надо деконвертировать вычистить старый легоси код там реально мега патчи по 150 200 300 килобайт они все линейные то есть например удалить ноды сейф или нод коммент сейф или переименовать там тест в entity тест то есть это может сделать и новичок но ревью который на выходе получается то есть find replace ума много не надо но вот как сделать ревью и чтобы этот патч закоммитили вот это сейчас самая главная проблема и также есть очень важная ишью которая позволяет позволит использовать виджеты и форматоры не на полях а к своим просто типам данных то есть мы там скажем создать тип данных стринг и вывести виджет текст с такими-то параметрами и валидаторами валидаторы это отдельная тема которая буквально на днях дня два назад была принята ядро причем валидаторы взяли синхрониски то есть каждому из этих типов данных это все типы данных которые определены ядром единственный здесь конфузный вариант это field new value на самом деле как вы видите это комментарий это признак что у нас разрешено комментирование вот такой вот бардак есть пока мой патч не будет принят да но это 400 килобайт то есть как только мы говорим создать new там например текст процесс то есть мы можем к нему прицепить и виджеты и форматоры и использовать их там в своих каких-то основных формах то есть да это вот как раз был принят вот этот вот issue то есть симфонийский валидатор довольно мощный все объектно тоже ориентированное там ну лаконично отписывается то есть мы сможем каждый тип данных еще и обработать соответственно вот issue которая позволит использовать эти бюджеты и форматоры которые у нас плагины обычные теперь просто поставлять им свой объект и они будут рисовать либо элемент формы либо рисовать данные довольно мощный он до конца еще там конечно не доделан там много исправлений документации в частности но я думаю мы успеем его доделать собственно вот что у нас осталось на последнем теме осталось реально до пич фриза API фриза теперь то есть мы замораживаем действительно интерфейсы завораживаем API и говорим что больше у нас ничего в игре меняться не будет только будет проходить набор функций и их параметры должны остаться то есть вот эти вещи очень бы хотелось как раз получить в игре это как бы мета-иши в котором собственно все что связано с сущностями и чего бы хотелось оно готово я думаю процентов на 60 на 70 наверное даже соответственно сложные патчи сложные конверсии но потихоньку это делается присоединяйтесь помогайте это очень много профита дает также вот это ишью захватил чикс он хочет сказать что давайте мы логику сохранения сущности уберем назад сущности сами пусть они сущность знают как их сохраняться контролем а не какой-то контролем который непонятно как где привязан и соответственно подружить филды вот этот новый филд даты туда входит использование формата рафа и виджетов вот этот ишлем можно почитать его тоже разгробили на несколько частей чтобы патч не был опять полумегабайт все в основном делается в песочнице еще один такой спорный момент который хотелось вкратце задеть это так как меню линки у нас стали сущностями мы можем легко к меню item то есть элементом меню добавлять поля но как тогда быть с редактированием ссылок этих менюшных если мы захотим их между меню перенести и примем например что название меню является банком для крепления полей вот эта дилемма стоит уже месяца три и никак никто не решится сказать а как же нам нужно можно разрешить довешивать поля к пункту меню ну многие хотели конечно прицепить картиночку к пункту главного меню и там какую-нибудь связанную функциональность но пока вот это все тормозит вот так вот кстати определена сущность меню просто entity type ID меню все и у нее там конфигурационный стандартный контроллер все это лежит в модуле систем а модуль меню у нас теперь просто отвечает за то чтобы из них делать блок и упрост все собственно все что касается полей и сущностей можно найти на этих двух трекерах это то что касается сущностей а это то что касается полей там отслеживаются все иши которые с этим связаны и состояние и приоритеты между ними ну и собственно Дрис сделал замечательный пост по-моему как было 9 мая как раз Крамскал хотите больше изменений восьмерку даже те которые там просто наведут порядок давайте закрывать критические баги для начала и в принципе вот вчера был такой я бы сказал хаотичный спринт по написанию ченч-нотисов а это критические мишницы и у нас вот как раз сегодня ночью въехали первые фичи спустя наверное три недели после заморозки ядра так что сейчас самое время действовать что-либо менять и конвертировать вопросы я правильно понимаю что если не было одни я знаю что если добавить я они создадутся в конфигурационной директории будет там нода тайт какой-то email файл его можно спокойно будет взять скопировать перенести в стейджинг продакшн сайта зайти включить модуль конфиг обязательно зайти на страничку импорта конфигурации но здесь очень тонкий момент помимо этого файлика нужно теперь подложить манифест но это вроде подписи и тогда его можно нажать в интерфейсе он импортится и все что надо грамотно очистится и привяжется это просто список фактически это реестр конфигурационных сущностей которые применены к системе он очень простой там никаких цифровых подписей просто список мы выкладываем новый файлик копируем старый манифест файл добавляем имя два файлика к этому списку и заходим в админ поговорим конфиг импорт поставили галочки что импортирует и оно заезжает и в частности не только на самом деле да бандл это не файл бандл это через пук определяется мы ее поменяли на другую часть у нас изменение оно сохраняется в директории конфигурации папочка актив у нас есть актив конфиг и staging да то есть его можно будет в активной конфигурации найти и перетащить куда надо базе нет файлы довольно быстро читаются хотя интересно как это будет когда будет очень много сущностей много и моих файлов но с другой стороны файловая система замечательная кэширует и работает не хуже чем мкэш а может то лучше быстрее ну вот собственно поэтому у конфига у нас нет никакого кэши он напрямую читается с диска практически с файлов кэши кэши а разве конфиг не кэшится в друбаловском кэше который по умолчанию в бате не имеет смысла потому что файлы кэшируются файловой системой и обращение тот же там файл сик поиск файла по маске он значительно быстрее чем чтение из кэша было и здесь и реализация этого глоба проверено замерено даже с учетом хранения в оперативке файловая система хранит этот файлик они же небольшие там килобайт два килобайта текстового файла но есть байта я имею ввиду в юзу например там пять килобайт но это для файловой системы вообще он всю иноду там скорее всего хранит еще если вы поменяете конфиг в активной папке то если на вас что-то сношает это ваши проблемы ну если вы решите поменять колесо у машины которая едет как бы ваше право пробовать но чем это закончится я затрудняюсь предугадать на самом деле риттер конфига легко подменяется в контейнере на что угодно из чего угодно просто ямль после долгих замеров оказалось что парсится быстрее джессона джессон а аннотации потому что нам нужно все-таки в одном файле хранить описание класса и его код если класть рядом файлик и другой файлик в котором PHP код будет то неминуемо они будут чаще теряться еще очень важный момент с аннотацией я не знаю рассказывали про него но чтение аннотаций через рефлекшн значительно быстрее чем загрузка PHP файла память и инициализация этого класса чтобы получить его свойства тоже там чуть ли не в разы разница и и в памяти есть еще вопрос как я показывал просто перекрывается storage контроллер на нужный и в нем реализуется логика сохранения хоть в космосе я думаю это должен контрит на это ответить если есть необходимость хранить в монге я думаю чик запишет это если нужно в редисе кто-то справится тоже при необходимости релейшн 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 реализуется с помощью замечательного модуля entity reference кстати юзер автор ноды который у нас теперь лежит в таблице ревизии тоже является теперь entity reference на юзера но он является атрибутом то есть объекта основного ноды но реализуется его редактирование как раз через entity reference бюджет и это нам как раз type data api entity api новый дал то есть мы можем стандартные свойства сущности редактировать посредством бюджета типов данных фичи все-таки дают дашборд управления ими и мониторинг коллизий то есть это больше да это удобство то есть фичи останутся просто они немножко изменятся потому что фактически многие вещи будут заменены email файлами и фичи будут просто оперировать не генерировать php кода будут генерировать вот эти вот файлики и раскладывать их как надо я честно говоря не особо скажу за это еще нет вопросов удивительно тема раскрыта или подавились да вот еще хотел обратить здесь внимание на акцесс контроля у нас помимо того что мы определяем доступ к сущности мы имеем разграничения на уровне типа сущности и на уровне поля сущности теперь то есть аксесс контроллер например для сущности роль запрещает удаление и редактирование юзера с идентификатором anonymous машинным именем и авторизованный пользователь чтобы им не дай бог не стенили машинное имя то есть это вот логика такого доступа реализуется то же самое как для модуля контакт есть теперь вкладочка персональная форма контакта это тоже отдельная конфигурационная сущность и ее редактирование и удаление именно через аксесс контроллер то есть когда вы что-то хотите ограничить на уровне сущности это все нужно сюда складывать вот транслейшн контроллер я не хочу раскрывать потому что он довольно сложен и еще изменится в ближайшие буквально недели но это штука которая позволяет действительно делать инъекцию перевода в любую сущность и фактически она добавляет элемент выбора языка через ту форму настройки языков и обслуживает управление загрузку в общем она делает инъекцию переводов во все операции сущностями и это опять же заслуга антитиапи нового поэтому этот оверхед в принципе управляемостью своей перекрывается слегка функция осталась данная она тоже завернута теперь класс но в принципе она есть в глобальном до только языков у нас все так же три язык интерфейса язык админки и язык бэкэнда ну да каком кастом лэндвич то есть есть язык фронтенда есть язык бэкэнда и в принципе те имея вот это вот разделение на контроллеры и где что показывается мы легко сможем выделить теперь все строки которые связаны и с админкой и с фронтендом и нормально ими управлять поэтому нужно реально закончить вот эту вот конверсию которая была на кодспринте в контроллере это действительно дает управляемость мы определяем контекст языка например фронтенд запускаем фронтенд контроллер соответственно все строки которые через тэп придут они лягут во фронтенд переводы если у нас контроллер запускается в админке все строки которые из него будут запрошены лягут в админку то есть это наконец даст нам управляемость языковую на уровне даже частей страниц форм списков ты можешь один вирус вывести на испанском рядом с ним вывести на английском и сравнить например что какие есть такие на испанском и какие на английском именно контекст кусочка панели контроллер как раз и дает нам возможность часть страниц управлять неважно она там через браузер или внутри был под запросом есть базовая форма но если вы делаете кастомную сущность придется писать кастомную форму контроля который от форм интерфейса будет наследоваться и что значительно сокращает да кстати да можно еще и попробовать отнаследоваться от какой нибудь класса который более-менее похож на вашу сущность большинство всех форм принимает на вход не сущность какого-то типа а entity интерфейс то есть случайную сущность базовую самую низкую иерархию поэтому они в принципе да это удобно и это легко поддерживать соответственно можно легко наследоваться и перекрывать что надо от базовых то есть ООП наконец заработал группами АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...